Намаскарам, Садгуру! Мне хотелось бы понять, в чём различие пути Шивы и пути Будды? Очень легко говорить о пути Будды, потому что он очень логичный и, по сути, довольно простой. Но это очень длительный процесс. Как правило, методы, которые давал Гаутама, всегда были вопросом нескольких жизней. Сегодня это ясно видно. Буддисты постоянно говорят об этом. Особенно тибетские буддисты, которые сегодня являются самыми известными буддистами в мире, неважно по каким политическим причинам. Они всегда говорят, что это работа на несколько жизней. Если вы обладаете таким терпением и готовы работать в течение нескольких жизней, то путь Гаутамы очень эффективен. Абсолютно логичный научный пошаговый процесс, которым может воспользоваться любой, потому что это — путь осознанности. Значимость пути осознанности в том, что на нем есть ориентиры, которые говорят вам, что вы прошли одну милю, две мили, десять миль. Это говорит вам о том, где вы находитесь. Это наиболее важный аспект. Это значит, что вы можете расти, не обладая большим доверием или преданностью, потому что у вас есть метод, которого вы придерживаетесь. Вам нужно лишь продолжать следовать ему постоянно и не останавливаясь. Там вам ясно видно, что вы прогрессируете. Но с Шивой такой гарантии нет. И он не дает вам никаких ориентиров. Вы не знаете, идете ли вы вперед или назад. Но вы точно куда-то двигаетесь, и это все, что вы знаете. Это как падение в бездонную пропасть. Звучит ужасающе, но я хочу, чтобы вы поняли, бездонная пропасть — самое безопасное место для падения. Пропасть, у которой есть дно, опасна. Бездонная пропасть — абсолютно безопасна. Жизнь завершена. Если вы просто прыгнули в пропасть, жизнь закончена, вы просто падаете. Кто-нибудь прыгал с парашютом? Вы прыгали? Пока вы находитесь в свободном падении и не раскрываете свой парашют, пролетая несколько тысяч метров, вы не знаете, падаете ли вы или поднимаетесь. Вы просто парите, и это прекрасно. Только когда вы смотрите вниз, чертова планета несется на вас с бешеной скоростью. Если убрать планету с пути, это будет прекрасный опыт. Однако, посмотрев вниз, вы увидите, как планета надвигается на вас с невероятной скоростью. Это единственная проблема. Падение — это не что-то негативное. Падение — это потрясающий опыт. Вы когда-нибудь падали в любовь? Влюблялись? Только если вы ударитесь о дно, это проблема. Если вы упали в бездонную пропасть, тогда никаких проблем. Так что Шива — это бездонная пропасть. Его методы очень отличаются. Но нельзя ограничивать его таким образом, потому что семерых учеников, семерых саб-тариши, знаменитых мудрецов прошлого, он обучил семи основным способом, с помощью которых человек может исследовать свое сознание. Из этих семи способов кратно семи он двигался дальше и исследовал 112 разных способов и сказал — это все. Есть очень красивая история, но на истории нет времени. Так что он изложил 112 разных способов, каким образом человек может достичь своего пика. И эти 112 способов означают 112 чакр в теле. Их 114, но две из них находятся вне физического тела. Те две он оставил в стороне и предложил 112 разных способов достижения наивысшего для тех, кто воплощен в теле. Это означает, что каждая чакра в теле, каждое место соединения в энергетической системе — это определенный способ достижения наивысшего. Так что он не упустил ничего. Таким образом, путь Будды — это лишь небольшая часть работы Шивы. Я хочу, чтобы вы поняли, что Гаутама не сам по себе отправился сидеть в лесу. Восемь лет своей саданой он провел с разными учителями по всей стране. И основа этого духовного процесса — это знание. В сущности пришло от Шивы. Где бы это ни происходило, в какой бы части мира это ни происходило, основа духовного процесса исходит из этого источника, откуда духовный процесс распространился в разные части мира в самых разных формах. Они выглядят настолько разными, потому что эти 112 разных способов абсолютно отличаются друг от друга. Итак, вопрос о разнице между Шивой и Буддой некорректен. Какой аспект Шивы исследовал Будда? Он исследовал путь осознанности, что является лишь одним аспектом. Это очень одномерный подход. Но значимость Гаутаму Будды в том, что он очень научный, бесстрастный. Он обращается к логическому уму. Но он... Он тоже сидел вот так. Шива долгое время был аскетом, просто сидел неподвижно. Но много раз он танцевал в безумном экстатическом опьянении. Он пребывал во всевозможных состояниях, потому что не ограничивал себя каким-то определенным измерением. Он просто исследовал каждый аспект жизни. То, что вы называете путем Будды, это лишь один аспект из этих 112 способов. И многие другие привнесли множество иных аспектов, но индивидуальными путями. Из тех семи учеников, из семи сабдариши, тот, кто отправился на юг... Юг означает «все, что находится к югу от Гималаев». Это я говорю для всех жителей Мумбаи. «Все, что находится южнее Гималаев — это юг». Итак, Агастия ушел на юг. И особо активную деятельность он развернул по ту сторону гор Виндья. Вы знаете эту историю о горах Виндья, которые склонились перед Агасти Муни, ожидая его возвращения, но он так и не вернулся. Вы слышали эту историю? Нет? Вам нужно немножко изучить культуру Индии. В основном он распространял свои знания на диканском плоскогорье, так что его влияние коснулось каждого жилища. Куда ни глянь, повсюду вы услышите что-нибудь об Агасти Муни. И он развернул акцию по возрождению сельской местности. Не оставил без внимания ни единого человеческого жилища. Он привнес духовный процесс в жизнь каждого человека и всего населения в целом. Говорят, он прожил более четырех тысяч лет. Мы не знаем, как долго он жил, но определенно продолжительность его жизни не была обычной. Он жил чрезвычайно долго. Если бы вы подключили к нему спидометр и посчитали, сколько километров он прошел, вы бы увидели, что это было чрезвычайно долго. Мы не знаем, прожил он четыреста или четыре тысячи лет. Говорят, четыре тысячи. Но определенно он жил очень долго. Достучался до каждой двери и удостоверился, что духовный процесс стал для людей живой реальностью. Мы все еще наслаждаемся плодами его работы. Я хочу, чтобы вы это знали. В южной части Индии все еще пожинают плоды его работы. Не зная причин, вы можете заметить здесь определенный уровень стабильности, который является результатом его работы. поскольку он привнес йогу в жизнь людей просто как жизненный процесс, без ярлыков и без формата. То, как мы просыпаемся утром, чистим зубы, готовим, едим — все это он превратил в духовный процесс. И мы все еще наслаждаемся этим благом. Если вы посмотрите на любой духовный процесс в любой точке планеты, вы увидите, что он не выходит за рамки 112 способов, которые исследовал Шива. Так что сравнивать Гаутаму и Шиву неправильно. Я испытываю глубокое уважение к Гаутаме. Он — великая сущность, без сомнения. Он проделал феноменальную работу. Он вызвал огромную духовную волну, которая не иссякла даже спустя две с половиной тысячи лет. Но это несравнимо. Никоим образом не сравнимо. Все, что можно сказать — работа Гаутамы — это лишь небольшой элемент работы Шивы. Это меньше одного процента, потому что из 112 путей Гаутама исследовал один. Но важно то, что он широко распространил его и воодушевил тысячи людей встать на этот путь. В этом его успех. Но Шива слишком опьянен, чтобы заниматься маркетингом. Вам нужно заниматься маркетингом вместо него. Он не будет этим заниматься. В целом считается, что он начал свою работу где-то 40-60 тысяч лет назад. Но и после 60 тысяч или 40 тысяч лет это знание все еще живо. Его невозможно уничтожить. Его все еще невозможно уничтожить. Разве не так? К тому времени, когда я закончу свою жизнь, я уверен, что сделал его немного более популярным, чем сейчас. Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok